МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите самые шокирующие гипотезы. Быть может, единственный познавательный проект, в котором мы с вами без ущерба для репутации можем говорить о самых невероятных версиях, шокирующих гипотезах, умопомрачительных загадках, разоблачениях и мистификациях. Человек то, что он ест, учат наши врачи, и они, конечно, правы. Все, что мы употребляем в пищу, варим, жарим, в свежем виде поливаем кетчупом и не покупаем жирные, снижая коварный холестерин, все это и есть наша с вами жизнь. Но вот только вопрос, насколько такая жизнь нашего желудка полезна? Как отражается на нашем здоровье современное разнообразие продуктового мира? Должен разочаровать. Сегодня на этот вопрос ответить не может никто. Ни продвинутые доктора, ни самый строгий академический институт здорового питания. Потому что нет частной статистики, а есть только цинизм человеколюбивой рекламы, призывающей строить свое счастье то на фруктовых йогуртах, то на натуральном молоке, то на нежнейших сосисках. Господа, пора признаться честно. В этом натуральном молоке почти нет натурального молока. В крайнем случае, это натуральный порошок. Фруктовые йогурты не имеют никакого отношения к фруктам, и нам лучше не видеть, как делают сосиски. Каковы последние версии и гипотезы, объясняющие происхождение современных продуктов? Смотрим. Сегодня в нашей программе вы увидите Голодные битвы И мордобой на распродажах Чего требует Украина? Стречку! 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 И как булка да газировка спасла Америку. Ведь для кого создаются вот эти фастфуды? Для человека, у которого нет денег, пойти в ресторан и поесть. 4 сентября 2016 года в Москве был поставлен кулинарный рекорд, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса. Волонтеры приготовили 20 тонн греческого салата. Вы видите, как его грузят экскаватором в огромную емкость. С вами вот посмотрим, сколько вы получаете. Ну, 5 секторов. Мы выберем сектор и место. Когда мы его назовем, вам нужно встать и грипнуть. Да, я люблю Грецию! Мы поймем, что это углы, и первая корзина уйдет вам. Но была и обратная сторона медали. В тот день сотни людей чуть не погибли в давке за халявным салатом. Назад все! Назад! Ленка, давите! Назад все! Как только началась раздача угощения, у многих сдали нервы. Уж очень хотелось прорваться вперед. Назад все, дети! А ног там не давите, пожалуйста! И это не единственный случай. Посмотрите, что творилось около стенда с шоколадом на праздновании Дня города в Кастанае. Журналисты назвали эту драку шоколадным побоищем. Выглядят битвы за еду дико. Но что заставляет людей вступать в драку? Почему продовольственные бои без правил проходят с завидной регулярностью? И как получилось, что именно так показывают русский народ за границей? 2015 год. Масленица в Ставрополе. На огромной сковородке лучшие повара края жарят большой праздничный блин. Он тоже будет самым самым. Люди вокруг радуются и веселятся. Но как только приходит время раздачи угощения, атмосфера меняется. Вместо улыбчивых гостей люди готовые забрать свой кусок любой ценой. русские едят с лопаты. После этого ролика именно так заговорили о нас за границей. Антироссийская пропаганда вовсю глумится над продовольственными потасовками жителей постсоветского пространства. Вот Казахстан. Яблочный фестиваль, на котором бесплатно раздают шарлотку. Посмотрите, как гости потрошат пирог и раскладывают, что урвали по сумкам. Можно я проделать? Вот так! А это пенза. Люди собрались на аэродроме и ждут колбасного дождя. Это позорное видео с ехидными комментариями показали все антироссийские телекомпании. Дайте людям колбасы, люди будут веселы. А дайте живы, дайте панки, чтобы вы не будете. Такую Россию знают на Западе. Мы и сами почти поверили в свою дикость и неуправляемость и даже подливаем масло в огонь. Выкладываем в сеть вот такое видео, где российские отдыхающие штурмом берут столовую в одном из турецких отелей. Я не могу снимать, мне рукается. Это пипец! Но если вы тоже думаете, что такое происходит только у нас, то сильно ошибаетесь. На Западе люди ведут себя точно так же, а порой и хуже. Чего стоят они только распродажи в цивилизованной Европе. Лондон, черная пятница. Посмотрите, как обезумевшие люди ломятся в магазины и дерутся за товары со скидкой. С покупателями не может справиться даже полиция. А это Франция. В дни распродаж толпа любителей халявы тоже сметает все на своем пути. Не отстает от Европы и Украины. Вот так дерутся за дешевые телевизоры в Одессе. А это Америка. Континент другой? Картина та же. Здесь тотальную распродажу ждут весь год. Посмотрите, какие длинные очереди и жестокие потасовки. Вот что рассказывают о нравах американцев наши соотечественники, побывавшие на распродажах. Вот сзади огромнейшая очередь, которая за меня выстроилась, жевающие, которые хотят туда попасть. Народ страждет, страждет, страждет урвать халяву. Мало кто знает, что американские праздники жадности не обходятся без жертв. Вот полюбуйтесь, битва за трусы. Люди отчаянно дерутся на распродаже нижнего белья. А вот и результат. Один из покупателей достал пистолет и открыл огонь. Но почему об этом западные СМИ упоминать не любят? Зато они вовсю злословят о россиянах, создавая самый нелицеприятный образ. Чего только стоит история с кодовым названием «Битва за сахар». Она широко обсуждалась и в зарубежных СМИ, и в интернете. Сахар по акции со скидкой 5 рублей за килограмм. Действительно вызвал небывалый ажиотаж среди покупателей. Как только контейнер с сахаром вывезли в торговый зал, началась давка. Господи, боже мой, это всего лишь сахар. Но если вы думаете, что эта история могла произойти лишь в России, то сильно ошибаетесь. Просто оглянитесь вокруг. Вот так отчаянно сражаются за еду украинские домохозяйки в одном из супермаркетов Киева. На кону дешёвая скумбрия. Я не могу выйти. Куда вы помените эту рыбу? Кто есть там? А так дрались в Киеве за подсолнечное масло. Обратите внимание, сколько в толпе молодых лиц. Речку! 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 Украинские политики давно покупают электорат бесплатными продуктами. Морковкой. И гречкой. В 2015-м оголодавшие черниговцы перекрыли городские улицы, когда раздачу бесплатных продуктов приостановили. Потому что не дают продукты. Запретили давать продукты. Власть запретила, милиция запретила давать продукты. Не секрет, что Украина сегодня хронически не доедает. Об этом говорят даже по украинскому телевидению. Вот фрагмент специального репортажа. Граждане, которые у нас получают доходы ниже, чем реально посчитанный прожиточный меню, они де-факто умирают с голоду. Только медленно. По данным Международного научного исследовательского института продовольственной политики, которые были опубликованы в 2017-м году, по количеству голодающего населения Украина теперь занимает в рейтингах одно из первых мест. Мало кто задумывался, что одной из хронических проблем человечества всегда был и по-прежнему остается голод. Сегодня на планете голодает 815 миллионов человек. В списке не только страны Африки и Азии, но и Европа, и даже Америка. А знаете ли вы, что в Соединенных Штатах голодных бунтов боятся как огня? Из памяти еще не стерлась великая депрессия. Тогда, чтобы накормить голодающее и нищее население и не допустить гражданской войны, пришлось придумывать дешевые забегаловки. Мало кто знает, что внедрение фастфуда было одним из средств борьбы с голодом. Для кого создаются вот эти фастфуды? Для человека, у которого нет денег, пойти в ресторан и поесть. А американцы создавали именно для наименее обеспеченных. Но они самодостаточные, то есть у них на еду есть, для нищих, для этого. Но смог ли чудодейственный гамбургер по-настоящему накормить американскую нацию? Нет. Он смог лишь создать иллюзию сытости и благополучия, что, безусловно, снизило социальную напряженность. Но проблемы, которые появились после этого, намного опаснее. Сегодня мы видим не отощавших от голода американцев. Перед нами нация, страдающая ожирением. Врачи констатируют, во всем виновата искусственная пища. И ужас в том, что Америка навязывает ее всему миру. К 815 миллионам голодающих, которые находятся на грани истощения, уже добавились 641 миллион человек, которые гибнут от собственного веса. Врачи говорят, нездоровые кулинарные пристрастия в конечном итоге сведут человечество в могилу. Для тех, кто по этой теме ищет более подробную информацию, мы выпустили специальное книжное приложение к программе «Военная тайна». Новая книга называется «Войны прошлого и будущего». Это результат труда большого количества авторов нашей программы. В ней малоизвестные факты, эксклюзивные документы и воспоминания участников и очевидцев великой и драматической истории 20 века. В свои 70 лет американский президент Дональд Трамп питается фастфудом или делает вид. Впрочем, как и его предшественник Барак Обама. Но факт остается фактом. Национальную американскую еду, гамбургер и газировку подают в Белом доме чаще, чем изысканные блюда европейской кухни. Эксперты говорят, так глава Америки демонстрирует народу, что он рубаха-парень. Неужели первые лица Америки действительно едят фастфуд? Конечно, нет. Главный секрет Белого дома это рецепты президентских бух. От народных гамбургеров из американских забегалов они отличаются как небо и земля. Чем кормят Трампа мы никогда не узнаем. Зато в интернете все чаще появляются откровенные ролики с рецептами гамбургеров экстра-класса для дорогих ресторанов. Посмотрите, как мясные отходы, пролежав в обычной целлофановой пленке, превращаются в мясную вырезку премиум-класса. Вот он, элитный стейк по-американски. Видите, как повар склеивает кусочки мяса при помощи крахмала и химикатов? И вот результат. Можно жарить. И это, говорят исследователи, еда для богатых слоев населения. А вот что тоннами поступает в штаты для бедных. Посмотрите, этот человек сейчас создаст стейк из химикатов. Стейк из химикатов создается на воде. Вот он выливает в воду готовый подкрашенный раствор. Сначала белый, он будет имитировать жир, а затем и красный, который по своему цвету напоминает мясо. Дальше все это склеивается прямо в воде. Процесс напоминает лепку из пластилина. И вот получается готовый кусок мяса. В составе гамбургеров из ресторанов быстрого питания совсем другие ингредиенты. Мясо там встречается, но протухшее. И не вырезка, а рога и копыта. Вот такую сочную и аппетитную котлету готовят из розовой слизи. Это химически и механически обработанные отбросы. Там не используется мясо, там используются отходы мясного производства, мелкоперемолотые связки и так далее. Другие части тела животных, вот то, что идет в отходы. Сепараторы измельчают мясо вместе с костями, жилами и хрящами, получая на выходе вот такую розовую массу. Фактуру, вкус и запах ей придает пищевая химия. Такая дешевая цена данного блюда только потому, что там некачественный состав ингредиентов, который еще усиливается вкусовыми добавками, ароматизаторами, всевозможными солями, глютаматом, натрием и так далее. И используется, конечно, очень сильный маркетинг. Американцы и сами догадываются, что с их любимой едой что-то не так. Посмотрите, какой интересный эксперимент провели любители фастфуда. Они поместили в стеклянные колбы гамбургеры и картофель, купленные в разных ресторанах. И держали их в помещении в течение десяти недель. Полюбуйтесь на картошку фри. Она выглядит точно так же, как и в день покупки. А этот эксперимент требует особых комментариев, потому что наглядно показывает ущерб, который наносит нашему здоровью сладкая газировка. Посмотрите, каким мягким становится обычное куриное яйцо, которое на несколько дней залили газировкой. Химия вымыла из скорлупы весь кальций. Вот он, в виде осадка. А теперь представьте, что происходит с костями человека, регулярно пьющего газированные напитки. Но это еще не все. Вы должны понимать, что литровый напиток Кока-Кола содержит 112 грамм сахара. Его выпивают, как правило, за полчаса. в течение получаса у человека поступает в человека 10-12 ложек сахара. Представляете, какая это нагрузка на поджелудочную железу? Сахар – это быстрый углевод. Он поступает в кровь практически мгновенно и сразу же начинает разрушать здоровье. Сладкая кровь как сироп, она вязкая, она течет по сосудам, она портит, можно сказать, портит органы. Вот если, например, вместо дизеля залить бензин, будет ЧП в двигателе. Так и тут, если вместо нормальной крови сладкую кровь, то разрушается сетчатка, разрушаются почечные хлубочки, разрушаются фактически ткани нижних конечностей, возникают трофические язвы и другие осложнения. Вот это вот сладкой крови. Но и это еще не все. Газировка приводит к накоплению так называемого висцерального жира. Он скапливается вокруг жизненно важных органов, таких как печень, почки, кишечник и желудок. Недавно ученые из университета Бангар доказали прямую связь появления висцерального жира и развития диабета второго типа и ожирения. Группе добровольцев в течение месяца ежедневно давали пить по пол-литра газировки. После окончания эксперимента участники заявили, что не чувствуют никаких негативов со здоровьем. Однако результаты анализов показали обратное. Несмотря на то, что участники были стройными и подтянутыми людьми, у всех после месячного употребления сладких газированных напитков фиксировались такие же показатели, какие наблюдаются у пациентов со второй степенью ожирения. А оно коварно тем, что сначала поражаются все внутренние органы, а уже потом появляются внешние признаки болезни. Резкое увеличение веса и отложение жира на теле. Если сто лет они употребляли этот сладкий напиток, сразу пересесть на воду, на водичку с чайком, тяжело, или на травке, другие, то есть они делают не сладкие напитки, то есть сахар-фри, то есть и что это означает? То есть вот этот зеро, так называемые напитки, известные с нулевой калорийностью, это означает, что сахар заменяется на аспартам. Аспартам это очень вредный сахарозаменитель, который превращается реально в формальдегид, в канцероген путем нескольких биохимических реакций в организме. Поэтому естественно эти напитки вредны, однозначно, однозначно вредны. Но травиться химической едой все-таки придется. В якобы сытой Америке пищевые магнаты из кожи вон лезут, чтобы скрыть продовольственный коллапс. Недавно они заявили, что людям пора перестать есть мясо. Замену этому продукту ищут лучшие умы Америки. Например, небезызвестный Билл Гейтс и Сергей Брин. Гейтс видит альтернативу в таких растительных заменителях, как сой. А Брин пошел намного дальше. Сейчас он финансирует эксперимент по выращиванию говядины в пробирке. И это тот самый Брин, который эмигрировал в Штаты, а затем называл Россию Северной Нигерией. И теперь он вложил более 400 тысяч долларов в проект по выращиванию мяса в пробирке. Более того, в 2013 году появились первые результаты. Научный руководитель проекта Марк Пост уже сумел вырастить в лаборатории котлету для гамбургера, которая была благополучно поджарена и съедена в Лондоне. Вот послушайте, что говорит Марк Пост о созданном им искусственном мясе. Методы стволовых клеток очень полезны для растущего мяса. Мы берем несколько клеток от коровы, которые затем превращаются в десятки тонн мяса. Некоторые люди думают, что это фантастика, но это уже наше настоящее. Это альтернативный продукт, который создается в лаборатории, имеет те же качества и, главное, более дешевую цепь. Марк Пост берет у коров стволовые клетки и использует их для выращивания мяса при помощи генетических технологий. По прогнозам ученого, такое мясо появится на полках всех магазинов в течение ближайших 20 лет. Коровы неэффективны, они требуют 100 граммов растительного белка, чтобы произвести всего 15 граммов животного белка. Иными словами, мы слишком много тратим еды и времени на коров. Кроме того, нам больше не нужно убивать корову, и она не будет производить метан, который губительно сказывается на нашем климате. Генетики уверены, что кусок мяса из пробирки приведет к пищевой революции. Свиней и телят люди станут разводить только из эстетических соображений, а мясо для котлет наращивать пластами в лабораторных условиях из одной единственной клетки. Однако скептики утверждают, проект Брина не имеет отношения к защите животных. Основная цель – нажива. Ведь мясо, созданное в пробирке, позволит получить гигантские прибыли в будущем. Мало кто знает, что мясные котлеты из пробирки уже появились в продаже. Вот, посмотрите, кто-то решился попробовать их на вкус. Так, сегодня проба настоящего искусственного мяса, которое прислали мне из Англии. Видно, специальная упаковка, вот эти пакеты для охлаждения, так что все легитимно. Пришел взлабатывать из него бургер, как-то палево, если честно, есть просто так. Это выращенное из клетки животных мясо, которое пробило мне проживающая в Англии девушка, спасибо ей, специально заказал нечисто мясной вариант, потому что, признаюсь, слишком противно. Вкусно. По-моему, что-то не хватает. еще бы было невкусно, говорят ученые. Ведь в такой котлете полно химических добавок, перед которыми человеческие рецепторы просто не способны устоять. Ни для кого не секрет, что практически вся американская еда напичкана химическими усилителями вкуса и потому кажется невероятно вкусной. И, кроме того, вызывает привыкание, подобное наркотическому. Если говорить серьезно, то производителю глубоко наплевать на наше здоровье. Их задача произвести продукцию, которая будет выглядеть красиво, пахнуть замечательно и быть вкусной. Поэтому производитель кладет туда эти ешки, соль, сахар, всякие заменители, усилители вкуса, красители, консерванты, стабилизаторы и чего только не создает современная промышленность пищевая. Без этого сейчас не продашь продукцию. Люди так привыкли к этим ешкам, что уже натуральную еду они не воспринимают как вкусную. Жертвой пищевой промышленности становится юное поколение. Недавно был проведен эксперимент, результат которого не просто удивил, а шокировал научную общественность. Студентам предложили на вкус определить качество мяса. Закрывали людям глаза, давали им условно котлету, которую сделала бабушка, так как когда-то было, из качественного мяса, из продуктов натуральных. Дальше это была котлета, сделанная допустим полуфабрикатом, полуфабрикатным методом и допустим из Макдональдса. И молодежь современная, которая привыкла к этим ешкам, однозначно выбирала последнюю, потому что для них это была привычная еда. Когда дело касается еды, в России на чужое мнение внимания не обращают и кулинарные традиции чтут. Посмотрите, как готовят казацкую похлебку, например. Продукты не просто натуральные, а выращенные собственными руками. Ведь для себя любимых ничего не жалко. Пока блюдо не остыло, этим маленьким стаканом домашней чачи хочу выпить за наших братьев-казаков. За их замечательные традиционные рецепты. Дай Бог вам здоровья. А после казацкого застолья выжить может только русский мужик. Что, плохо? С казаками пить, здоровье забудить. На Крайнем Севере тоже предпочитают натуральные продукты. У охотников, самоедов в почете сырое мясо. В Якутии любят строганин. Рыбу замораживают при температуре минус 60 градусов. В Карелии обожают калитки. Их до сих пор готовят в русской печи. А на Урале пекут пирожки с картошкой, шанишки. Кавказские шашлыки, русские щи, с кислой капусты, кубанские наваристые борщи, гречневая каша, холодец, блины, черный хлеб. Всего не перечислишь. Кулинарные пристрастия жителей постсоветского пространства непредсказуемы, как и их характер. И не меняются со временем. Еда должна быть не просто вкусной, а исключительной. Самый большой пирог, самый круглый блин, самый наваристый борщ. А теперь информация для моих постоянных зрителей. Дорогие друзья, в славном городе Ярославле 1 декабря у нас с вами творческая встреча. Отвечу на ваши вопросы. Будем говорить об истории и нашей сегодняшней жизни, о военных тайнах и самых шокирующих гипотезах, о великих заблуждениях и фактах нашей действительности, которые я не всегда могу говорить с экрана телевизора. Итак, дорогие ярославцы, я жду вас 1 декабря в 19.00 в Государственной филармонии. Билеты на сайте ярбилет.рф и в кассах филармонии. Будут новые книги. Обменяемся автографами, пофотографируемся, поговорим. Книга о вкусной и здоровой пище в Советском Союзе была бестселлером. Планка качества была поднята очень высоко и пищевая промышленность старалась соответствовать. Достаточно вспомнить историю возникновения знаменитой докторской колбасы. Мало кто знает, что ее придумали в послевоенные годы для реабилитации истощенных войной и голодом советских граждан. Эта разработка советских технологов спасла не одну жизнь. В отличие от американского фастфуда, у нас о здоровье людей думали в первую очередь. В составе докторской 95% натурального мяса и 5% глюкозы. Но сегодня знаменитая колбаса уже не та. В ход идут и рога, и копыта, и даже совершенно несъедобные животные. А недавно в колбасе одного из известных производителей обнаружили, только не пугайтесь, ДНК человека. В интернете поднялся шум. Неужели мы стали невольными каннибалами? Никто ни за что не отвечает, понимаете? И когда нам там показывают тот же самый ваш канал, там какие-то банки там с червями, ну это же ерунда еще, понимаете? Что происходит на этих производствах, то это страшно даже представить. Колбаса самый любимый россиянами продукт, говорит статистика. Покупают ее много и едят каждый день. Однако вещества, которые добавляют в современную колбасу, можно приравнивать к ядам, так что докторская сегодня не восстанавливает здоровье, а в прямом смысле слова калечит людей. Когда нам с вами колбасу делают из какого-нибудь пальмового мяса или из сои, то есть организм, который приготовился съесть сосиску в моем понимании детства, или докторскую колбасу, которую я себе представляю, да, у меня вырабатывается фермент, у меня слюна определенным образом вырабатывается желудочный сок, то есть я подготовился ее есть. И вместо нее мне бросают там кусок сои. ведь организм не обманешь. И вот тогда появляется пищевая непереносимость, то есть это иммунный отклик. Вместо того, чтобы защищать меня там, я не знаю, от солнечных буль, от геомагнитных буль, от вспышек на солнце, бедный иммунитет страдает в процессе переваривания вот этой пищи. 48% россиян сегодня страдают непереносимостью молока. Такие данные приводят специалисты медико-генетического центра Генотекс. Они провели обследование двух тысяч мужчин и женщин в возрасте от 20 до 45 лет и выявили, что почти тысяча из них имеют гены непереносимости молока. пищевая нагрузка для организма это она может быть первоисточником тех же самых сосудистых заболеваний, тех же инсультов, да, и у молодых особенно импотенции, когда они, извините за выражение, там, всю еду запивают кока-колой и, там, этим самым химическим соединением воды, это уже, как бы сказать, стало вот культом, то есть нам его навязали, мы к нему привыкли. Все началось во время перестройки, когда продуктов не хватало и страна испытывала острую потребность накормить своих граждан. Выход предложили западные пищевые корпорации. Если вы помните тяжелое время, начало 90-х годов, лицепрезидент Тайш Рудской, он хотел накормить страну, у него в голове не было о каком-то мансанте, каких-то ГМО, ядах, и вот его великая идея притащить сюда сою, которая генно-модифицирована. Старшее поколение наверняка хорошо помнит гуманитарную помощь, которую получала Россия от Запада в 90-е годы. Это и знаменитые ножки Буша, и заморская газировка Юпи, и маргарин Рама, сушеные бананы, жвачка Лап-Ис, печенье Вагон-Виллс вызывают у многих ностальгию по ушедшей молодости. Но никто не задумывается, что красивые обертки и заманчивый вкус дешевых заморских деликатесов 90-х подсадил Россию на пищевую химию. Сегодня мы пьем молоко с опасными гормонами роста, едим овощи и фрукты с чужеродными генами и обожаем безалкогольные напитки с синтетическим кофеином и сахаром. Первый раз я столкнулся, когда еще работал, будем говорить, в аппарате государственном, и мы изучали, будем говорить, способы и методы возможного введения боевых действий на территории противника без объявления войны с использованием именно тех средств и методов нелетального оружия. В том числе рассматривалась и именно возможность заражения населения нашего, естественно, заражения тех же самых продуктов питания и, будем говорить, особо опасными инфекциями, возможности, грубо говоря, генно-встраивания, генно-модифицированных продуктов, которые несли бы на себе информацию о вырождении нации или еще чего-то. В 1901 году в Америке появилась транснациональная корпорация Монсанто. Сначала она позиционировала себя как химический концерт. И действительно, вся ее продукция работала только на войну. Именно Монсанто изготовила супер-ядовитую смесь, которую распыляли во Вьетнаме. В ее состав входил диоксин, вещество, вызывающее генные мутации. С той войны уже прошло 50 лет. Но по-прежнему в районах распыления химикатов самый высокий во всем Вьетнаме уровень генетических патологий. А затем Монсанто поглотила более 50 крупных компаний, которые специализировались на производстве семян, овощей и фруктов. И это не просто продукты, а чудо продукты с ГМО. Крупные фирмы, международные корпорации, такие как Монсанто, например, они монополисты в производстве семян этих растений и также некоторых видов животных. И вот в основном это растительная конечно сейчас продукция, которой мы питаемся, она ГМО заряженная. ГМО организмы геноманифицированные, которые отличаются от естественных, природных, какими-то аномальными свойствами. Ну, например, очень долго хранятся те же яблоки или те же помидоры, устойчивые к болезням, устойчивые к холодам. На продовольственном рынке обычные продукты конкуренции с ГМО не выдерживают. Они быстро портятся, теряют товарный вид, в общем, несут одни убытки. Продукты же с ГМО всегда приносят гарантированную прибыль. И не только продавцам, но и производителям. И это одна из причин их триумфального шествия по миру. С их помощью действительно можно дешево накормить миллионы, если закрыть глаза на последствия. Что несет самую большую угрозу для человечества? Происходили ли в древности ядерные войны? Правда ли, что люди с аномальными способностями это потомки древней, неизвестной нам расы и кто населяет великий подземный океан Арктики? И если вы ищете ответы на эти вопросы, эта книга для вас. Самые сенсационные материалы. В ней мы собрали последние версии, гипотезы и научные факты, которые дают шанс увидеть наш мир в самом неожиданном свете. В 90-е годы в России действительно было нечего есть. А Голов, как известно, плохой советчик. вот мы и попались на удочку. Сегодня сладкую газировку и химические продукты мы делаем у себя на родине, взяв за образец западные технологии. Мы все прекрасно понимаем, что той же фантой можно мыть ванну, но мы же ее пьем и детям даем. То есть, вот это вот навязанное поведение, оно, естественно, организм к нему не готов. Понимаете, с другой стороны, ну, как бы сказать, саногенез, да, то есть защитные функции, они позволяют нам спасти сегодня. Но что будет завтра, что будет в третьем поколении, почему появляются дети, там, индиго, там, дети икс, там, дети икс, next, очень сложно объяснить. Понимаете, мы говорим, что это, наверное, хорошо, они продвинуты, они иные, они там, но на самом деле это вполне возможно, это уже вот дети продуктов, которые мы с вами едим. Ученые говорят, челюсть у древнего человека появилась только потому, что он употреблял грубую пищу, в том числе и мясо. У современных людей все иначе. Челюсть и зубы уже уменьшились в размерах, стали значительно легче и тоньше. Такие изменения произошли потому, что мы стали употреблять более нежную и в основном жидкую пищу. Именно поэтому в скором будущем у нас за ненадобностью атрофируется полностью нижняя часть лица и челюсть. Но и это еще не все. Перерабатывать будет нечего, и поэтому длина кишечника сократится. А это приведет к уменьшению туловища. В результате ребра грудной клетки срастутся с тазовыми костями. Специалисты утверждают, человек будущего будет напоминать карлика. Однако эволюция продолжится и дальше будет только хуже. Из-за плохой подвижности произойдет полная перестройка костного и мышечного аппарата. Руки станут короче, а ноги тоньше, пока совсем не атрофируются за ненадобностью. Еще через несколько сотен лет облик человека изменится настолько, что он будет напоминать червя с большой головой. Но парадокс в том, что несмотря на увеличение черепа, интеллект значительно снизится. Ученые говорят, что такая тенденция уже наблюдается. Так британские исследователи считают, что питание, насыщенное жирами, сахарами и переработанными продуктами приводит к падению уровня IQ. По данным исследования, в котором участвовали сотни британских детей, если питание ребенка в возрасте трех лет было преимущественно основано на переработанной пище, то когда ему исполнится 8 лет, оно отразится в виде заниженного IQ. В лучшем случае, если не приведет к серьезной умственной отсталости. И это при том, что в наши с вами организмы перестали поступать витамины. Ну, если вы возьмете на сегодняшний день, допустим, тот же самый состав по микроэлементам, витаминам, химическим соединениям того же яблока сегодняшнего и там 61-го года, когда я родился, да, вот, и сравните, они абсолютно разные. Понимаете? Это ничего общего. То есть уже ценность вот этих продуктов, даже тех, которые мы едим с дерева, они, извините за выражение, ну, там, ну, не на порядок, но раза в 3-4, они менее ценные для организма, да, то, что я должен с этим поглотить. Ведь уже ни для кого не секрет, что все фрукты и овощи, попадающие к нам на стол, дозревают в искусственных условиях. К примеру, чтобы бананы превратились в желтые, их помещают в специальную камеру, куда запускают так называемый банановый газ. Химические соединения, которые заставляют плоды расти и созревать. На самом деле, ничего вредного в таких фруктах нет, но нет и ничего полезного. Ведь витамины образуются благодаря солнечному свету, а в газовой камере солнца нет. Но это еще не все. А эти яблочки, наоборот, покрыли химической пленкой, чтобы они не дозревали до конца, а значит, и не портились. Смыть пленку невозможно, разве что облить яблоки кипятком. А так придают товарный вид курам. Тушки выглядят красивыми и упитанными. Хлеб, мясо, колбаса, молоко на самом деле наполовину состоят из несъедобных и ядовитых веществ. Каждый день за обедом или ужином мы получаем не только питательные вещества, но и добрую порцию яда. Врачи серьезно обеспокоены тем, что здоровье человечества находится под угрозой. И первый звоночек появление детей-мутантов. Летом 1999 года в США родилась девочка с врожденной сиренами Лии. У нее отсутствовали гениталии, прямая кишка, ночевой пузырь, а вместо двух почек у нее была четверть одной. Ноги срослись и напоминали хвост русалки. Шайла Пеппин прожила лишь 10 лет и пережила множество операций. В Индонезии на свет появилась девочка, паук с четырьмя руками и таким же числом ног. В 2007 году 30 хирургов в течение 27 часов без перерыва удаляли лишние конечности и реконструировали тело ребенка. Девочка сумела выжить и даже пошла в школу, но впереди ее ждет постоянное наблюдение хирургов. В 2006 году в Индии родился мальчик по имени Калим. В результате мутации его руки были в два раза больше обычных и продолжали стремительно расти. И таких детей становится все больше и больше. Если потомство рождается аномальное, ненормальное, там условно говоря три руки вырастают у человека или какая-то дисфункция печени или почки маленькие величиной с грецкий орех, это мутации. Сейчас медики бьют тревогу. Вообще здоровых младенцев нет, не рождаются. Уже практически все младенцы несут в себе какую-то аномалию. Мутации приводят к тому, что человек быстрее погибает и не дает потомства. А еще они кормят медицинские корпорации. Ведь каждый второй сегодня вынужден прибегать к услугам медиков, чтобы жить. Эксперты видят прямую связь между пищевыми и медицинскими корпорациями. Одни создают продукты, которые портят здоровье, другие лечат последствия. И так по кругу и с гигантскими прибылями. Это миллиарды и миллиарды долларов по всему миру. Поэтому вот эти корпорации не заинтересованы в том, чтобы человек был здоров. Со здорового человека ничего не возьмешь. Его не надо лечить. Ему какую-то продукцию на стол подавать, его нужно сделать нездоровым, а потом еще питать, еще лечить и так далее. Это все бизнес. Это все упирается в деньги. Ну и еще кое-какие геополитические задачи решаются по сокращению населения. Западные СМИ постоянно дезинформируют население, рассказывая о том, что ГМО якобы безопасный. Но вам не кажется странным, что до сих пор по всему миру неофициально наложен запрет на проведение независимых исследований трансгенной пищи? Дело в том, что высокопоставленные чиновники от науки спонсируются фондом Рокфеллера, организацией, которая инвестировала в разработку и создание ГМО-продуктов миллионы долларов. А Америка много лет выстраивает схему власти через аграрный бизнес, используя все доступные методы. Бесплатный сыр, как известно, только в мышеловке. Самое страшное последствие употребления таких продуктов – массовое бесплодие. Если люди систематически едят продуктов, которых много, генномодифицированных веществ, то это может отразиться на здоровье не сразу. Накопительный эффект идет. И трудно сказать, чем это закончится сегодня, потому что исследования продолжаются. Если говорить о мышах и крысах лабораторных, то они перестают плодиться. Через одно, два, три поколения вырождается семейство этих грызунов. Сегодня более 80% сои в мире является генномодифицированной. Резко увеличилась продажа трансгенной кукурузы, пшеницы, картофеля, сахарной свеклы. И 30% населения Земли уже стали бесплодными. Африка, Азия, Восточная Европа, Мексика. Основные потребители генномодифицированной еды испытывают демографический коллапс. То есть попросту вымирают. И это не придет. Транснациональные корпорации выполняют заказ теневого международного правительства сократить численность населения на планете Земля. Вот я как биолог могу сказать, что это был бы идеальный вариант по сокращению численности населения. Особенно в тех странах, где очень большая плотность населения. Именно туда поставляют семена ГМО продуктов. Но пройдет ли этот фокус в России? Наблюдения показывают, россиян колбасой не взять. Загляните в интернет и судите сами. Сотни рецептов вкусных и полезных блюд из российских продуктов, которые можно сделать собственными руками на собственной кухне. И смотрите ингредиенты и специи только натуральные. Европейские санкции и продовольственная эмбарго только раззадорили россиян. И по заморскому хамону мы ударяем нашей родной сырокопченой домашнего производства. Осенью и в деревенских домах и в городских квартирах мы квасим капусту, засаливаем рыбу, маринуем грибы, выкатывая баночки на балконы. Летом варим варенье и делаем квас. Зимой лепим пельмени. Нашу страну не победить. Ни голодом, ни химией, ни заморскими деликатесами. Несмотря на то, что много лет нас приучали к искусственной американской еде, россияне все так же предпочитают кушать то, что сделано своими руками. И в этом наша сила. А на сегодня наша шокирующая гипотеза закончена. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незыблемыми. Сегодня я с вами прощаюсь, но встретимся мы с вами уже завтра в программе самые шокирующие гипотезы, как всегда, в 18.00.